Каждый день по будням вы узнаете новости города в программе новости Новочебоксарска. Уходящий год, как и предыдущий, принес намного нового и интересного. В преддверии Нового года все мы подводим итоги и строим планы на будущее. И мне бы хотелось вспомнить, что было важного в уходящем году, как для города, так и для вас, уважаемые горожане. После новогодних праздников одним из важных для многих, как впрочем и для меня, является крещение. В этот день горожане, несмотря на морозы, активно посещают купель. Сюда приходят те, кто верит, что крещенская вода очищает душу и тело. Не только взрослые, но и совсем юные новочебоксарцы окунаются в купели. Зимний проект, приуроченный первому весеннему празднику Международному женскому дню под названием «Наши любимые бабушки», стал одним из любимых проектов городского совета женщин. В нем я рассказывала о женщинах города, которые, несмотря на то, что им за 50, ведут активный образ жизни. Пекут, вышивают, вяжут, занимаются творческой деятельностью и общественной работой. Каждый год на соборной площади проходит конкурс «Пасхальные чудеса». К светлому празднику Пасхи я, как и многие горожане, приобрела здесь красивые и вкусные куличи – творожные Пасхи. Многие предприятия города принимают участие в конкурсе, предлагая своим покупателям самое лучшее. Вместе с вами сотрудники новочебоксарского кабельного телевидения и я, в том числе, вышли на парад, посвященный 9 мая. В этот день на улицы города вышли тысячи горожан, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. На торжественной линейке ветеранам были вручены цветы и сказаны слова благодарности за подвиг, совершенный ими военные годы. Сотни старшеклассников и выпускников покинули стены родных школ. Для них наступил новый этап в жизни. В новостях Новочебоксарска я рассказывала о трогательных минутах прощания школьников со своими учителями и со своей школой. Последний звонок стал минутой волнения для этих ребят. После экзаменов выпускников ждали выпускные вечера. Впереди еще вступители, но в этот день красиво-счастливые они общались друг с другом, вспоминая о школьные годы. После длинных летних каникул для школьников начинается новый учебный год. 1 сентября особенно важный день для тех, кто впервые пришел в школу грызть гранит науки. В этот день в новых нарядах, школьных формах дети входят в новый учебный год. И, конечно, первый звонок. Кстати, в 2012 году отметили свой юбилей сразу несколько школ города. Новости Новочебоксарска рассказывали вам о деятельности предприятий различных органов. Меня интересовала работа служителей Фемиды. Текущий год стал значимым для сотрудников прокуратуры. В этом году отметили свое 290-летие прокуратуры России. 90 лет исполнилось прокуратуре Чувашии. В течение года сотрудники правоохранительных органов рассказывали о различных проверках и выявленных нарушениях. Мною ведется совместная работа по информированию населения о делах, которые рассматриваются и сотрудниками следственного отдела. В городе проводится масса рейдов приставами городского отдела. Ими решается задача по возвращению долгов различным службам. Значимым стал этот год и для сотрудников Управления по делам ГОЧС. Они отметили 80-летний юбилей гражданской обороны. В 2012 году ими проводилась большая работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Активную работу вел и Центр занятости населения. Вы видели, как реализуются различные программы по поддержке и профориентации безработных граждан и подростков. Отметим, что благодаря слаженной работе Центра и предприятий города снизился процент безработицы в городе. Замечена была и работа пенсионного фонда о нововведениях в этой сфере, о пенсионной грамотности наших подростков. Впервые за 10 лет в исправительной колонии 3 прошел день открытых дверей. Вы увидели, как проходят встречи заключенных со своими близкими, что даже за проволокой они работают, занимаются спортом и музыкальной деятельностью. Впервые я увидела, как живут заключенные. Также впервые в Новочубоксарске провели прогулку с врачом. Жители города смогли задать вопросы врачам, узнать о лечении в различных программах, реализуемых в области здравоохранения. Два раза в год в городе проводятся экологические акции по благоустройству территорий, в которых и я принимала участие. Высаживались саженцы деревьев, проводилась уборка в местах отдыха, различные конкурсы по благоустройству. В этом году за последние 10 лет построили новый детский сад, который в сентябре встретил маленьких воспитанников. А следовательно решается проблема с устройством малышей в дошкольные учреждения. Строятся дома и даже целые микрорайоны. Решаются проблемы обманутых дольщиков. Для меня уходящий год завершился проектом НКТВ «Открой себе талант». По итогам конкурса были выявлены победители. Как оказалось, чуваши живут очень талантливые и отзывчивые дети. Поэтому в преддверии Нового года мне хочется пожелать, чтобы наши дети приносили всегда радость, были здоровыми и счастливыми.